Привет всем! Уже неделю не могу выложить давно готовый ролик. Достала эта система Content ID со своими претензиями к видеоцитированию. Ну ладно, с этим я разберусь отдельно и может быть потом отдельно про это скажу в отдельном касте. А пока по результатам разговора с одним молодым человеком хочу вот по какой теме высказаться. Время от времени заходит тема про медицинское значение слова толерантность. Его иногда пытаются расшифровывать в контексте межнациональных отношений, отношений к меньшинствам. И когда приводит его медицинское значение, фокусируется на том, что по своей сути слово с негативным оттенком. То есть толерантность означает приглушение защитных механизмов с тем, чтобы они пропускали некоторые враждебные чужеродные элементы. Между тем у слова толерантность есть буквальное значение, которое происходит из латинского корня. И толерантность означает нести, а точнее выносить. То есть буквальное значение это перенос какой-то тяжести, а переносное значение вынести, то есть что человек смог справиться с чем-то, вынес, в переносном смысле. Второе понятие, которое нужно, чтобы выразить мою мысль, имеет отношение к рынку и рыночным отношениям. Трудно сказать, кто первый начал употреблять понятие рынок по отношению к сексуальному рынку, рынку отношений, но в обыденную речь, по крайней мере на английском языке, вполне вошли слова, типа стоимость на сексуальном рынке, ценность на сексуальном рынке и так далее, SMV, Sexual Market Value. Учебники рыночной экономики обычно где-то в первых главах рассказывают, что они излагают некую теорию, в которой существует много, но все эти теории работают в определенных условиях. Идеальные рыночные условия это условия, когда у вас бесконечно широкий выбор между различными предложениями. Естественно, мы знаем, что в реальной жизни большинство бизнесов стараются, сделать так, чтобы не находиться в прямой конкуренции с какими-то другими бизнесами, а использовать какие-то особые ключевые преимущества. Например, банально стать монополией на рынке, чтобы перестать подчиняться рыночным законам. И борьба с монополиями в виде специальных комитетов это как раз защитный механизм, который сделан для того, чтобы обработать такие частные случаи, которые не попадают в экономическую теорию рыночную и поэтому должны особым образом обрабатываться. К чему я это говорю? Потому что в том числе идеальный рынок характеризуется тем, что у выбирающего есть свободный выбор. То есть он всегда может выбрать, нужен ему товар или не нужен, и какой из всех товаров ему нужен. Свободная воля – это ключевой элемент свободного рынка. Если свободной воли нет или если свобода каким-то образом ограничена, это автоматически означает, что индивидуум действует уже не совсем в рамках рынка, не совсем в рамках рыночной теории. К чему я это говорю? Среди прочих, например, Сергей Карамурза, по-моему, в своей книжке «Манипуляция сознанием», классическая книжка по теме, довольно много времени уделяет тому, чтобы объяснить, что, например, выбор, который делает наркоман при покупке очередной дозы, такой выбор не является рыночным. Рыночным этот выбор не является именно потому, что индивидуум, который этот выбор делает, не обладает свободой воли. То есть наркоман, который делает выбор в пользу покупки очередной наркотической дозы, не делает свободный выбор. Он делает его под действием дающих обстоятельств на него. В его случае это измененная химия организма. То есть человек находится под действием каких-то химических факторов, которые мешают ему свободно распоряжаться своим сознанием. Третье вводное для моей мысли, наверное, один из лучших демотиваторов, который я встречал, и это демотиватор именно сделанный фирмой. То есть это не наколеночный демотиватор, а демотиваторы, которые разрабатывались дизайнерами. И данный конкретный демотиватор посвящен красоте и называется Beauty. На картинке изображена фотография жемчужины, очень большая, очень красивая. Слоган такой Если вы достаточно привлекательны снаружи, то люди простят вам то, что вы раздражаете их до самого утра. К чему я веду эти три вводные мысли? Многие молодые, да и не очень люди, задаются вопросом, какой может быть приемлемый порог негатива, который можно терпеть от девушки или женщины. Что стоит того, чтобы его терпеть, а что не стоит того? Чем он может компенсироваться, чем не может компенсироваться? Глобальная проблема в том, что в условиях свободного, так называемого, свободного сексуального рынка, молодые люди мужского пола, они в чем-то подобны тому самому наркоману, который не способен принципиально сделать свободный выбор. Молодые люди находятся под действием неких условных естественных наркотиков. Причем часть этих наркотиков имеет физиологическую природу, как, например, сексуальный драйв. А часть может иметь психологическую природу, например, человек, который был воспитан с моделью Ниди, который очень сильно нуждается в том, что Стардаск, например, называет «male-модель-нид», такая необходимость внимания и заботы со стороны женщины. И, по сути, когда он общается с противоположным полом, такой молодой человек, он находится постоянно под действием некоторых веществ, которые снижают его критическое восприятие окружающей реальности, и иногда склоняют его к такому выбору, который он не сделал бы, если бы был в трезвом состоянии сознания. Особенно ярко, конечно, этот разрыв восприятия проявляется в синдроме так называемой PCC, Post-Coital Clarity, такое изменение сознания, которое случается непосредственно за половым актом у мужчины. Когда на несколько секунд вот это давление, которое производилось на молодого человека внутренними химическими веществами, вдруг снимается на небольшое время. И он на ограниченное время способен видеть мир, как он есть, без вот этого наркоза. И вот в это окно PCC может быть очень ярко видно, что ты сейчас находишься не с тем человеком, с которым стоит находиться. Но это окно быстро закрывается, счет идет буквально на секунды. К чему это ведет в глобальном смысле? В глобальном смысле это снижает критерии к личным качествам девушек и женщин. Вроде бы самая очевидная мысль, но все-таки недостаточно продуманная большинство молодых людей. С самого раннего детства, с момента, как только появляется этот драйв к противоположному полу, у мужчин появляется эта самая толерантность. То есть мы способны терпеть и выносить от женщин вещи, которых мы в нормальных обстоятельствах не стали бы выносить от человека, с которым мы не связаны половым влечением. То есть половое влечение поднимает этот порог толерантности. И глобальная проблема в том, что если связываться и заводить отношения с человеком, с которым ты без этого наркотического компонента не смог бы поддерживать отношения, проблема в том, что когда у тебя по каким-то причинам падает этот самый наркокомпонент, человек тут же становится невыносим. То есть, например, если девушка проявляла посредственные личностные качества, но юноша себя фактически заставил или подсознательно заставил игнорировать эти качества, и все равно продолжил свое движение навстречу. Если контакт состоялся и отношения сложились на некоторое время, как только привлекательность сексуальная падает ниже какого-то порога, почти сразу же девушка становится невыносима в личном общении. И это автоматически означает, что за этим следует разрыв. Падение влечения может произойти по разным причинам. Девушка изменилась. У молодого человека наступили проблемы со здоровьем. Или не очень молодого человека. Или произошла какая-то внутренняя переоценка секса. Так вот, молодой человек, с которым мне только что довелось пообщаться на эту тему, прямым текстом заявляет, что осознает, что девушки вокруг него, которые вызывают у него внешний интерес, тем не менее обладают довольно посредственными качествами, как люди. То есть, общаться с ними для удовольствия очень тяжело. Степень, в кавычки возьмем, ненормальности довольно высокая среди девушек. И в принципе это объяснимо, почему она высокая. Люди, которые с самого раннего детства воспитываются в среде, что им многое сходит с рук только потому, как они выглядят. Естественно, это не располагает к развитию внутренних качеств. И этим в том числе частично объясняется, что женщины чуть-чуть менее привлекательные, как правило, обладают чуть-чуть лучшими внутренними качествами. Не очень красивые женщины в этом смысле чем-то аналогичны мужчинам. Им не сходит с рук все, что угодно. Только за улыбку или за красивые глаза. Это не гарантия. Это не выполняется 100%. Иногда не очень интересный внешний вид девушки приводит к ее озлоблению. То есть у нее характер не только не улучшается, а еще и ухудшается. Но в среднем, конечно, менее привлекательная девушка просто вынуждена вести себя более дружественным образом. Быть более внимательной. Ей не сходит с рук плохое поведение. Или оно ей меньше сходит с рук. Так вот молодой человек утверждает, что он способен разделять в своей голове сексуальную составляющую, с человеческой составляющей. И понимая, что девушка, в общем, мягко говоря, плохой человек. Обладает плохими качествами как человек. Тем не менее, на время сексуального контакта он способен эту часть выключить, изолировать в сознании. И оставить для себя такой только сексуальный образ вот на период сексуального контакта. Как только сексуальный контакт заканчивается, он способен выключить этот сексуальный образ. И снова начать общаться с девушкой, как с обычным человеком в обычном режиме. Тут молодой человек рассуждает о том, о чем я в своей книжке рассуждал в терминах проекции и проектора. Прямым текстом использую понятие видеопроектора, как иллюстрацию для этих идей. В принципе, это работает. Особенно, если уметь этим пользоваться более-менее сознательно. Но у этого подхода есть свои ограничения. И мне кажется, что молодой человек заблуждается в том, что можно и стоит, самое главное, подобным образом как бы форсировать толерантность. Иными словами, можно ли заниматься сексом с человеком, про которого ты в обычной жизни думаешь, что он тупая сволочь? Можно. И более того, наверное, большинство людей примерно так и живут. Этими словами, скорее всего, описывается большинство браков. Да и не только браков. Вопрос в том, полезно ли это в долгосрочной перспективе и для молодого человека, и для девушки. Я понимаю, что в данный момент я могу более трезво рассуждать об этих вопросах, потому что мои 18 лет давно позади. Соответственно, порог толерантности, вызванный повышенным сексуальным влечением, у меня уже снижен. Хотя я лично снижаю его и умышленно тоже. То есть даже если я чувствую, что я готов под действием сексуальных сил перейти через некий порог толерантности, тем не менее я стараюсь себя останавливать. По крайней мере, несколько лет. Но, в общем, мне кажется, что проявление такой толерантности к негативным человеческим качествам в конечном счете вредит. Причем вредит и на индивидуальном уровне, то есть и молодому человеку, и девушке. И вредит обществу в целом. Конечно, для отдельного человека интерес общества в целом имеет вторичное значение. И, наконец, подходя к моей финальной мысли, мысль следующая. Мужчинам вообще, и молодым людям в частности, следует более осознанно относиться к этому самому порогу толерантности по отношению к плохим чертам характера, плохим проявлениям со стороны женщин. Им стоит стараться и на индивидуальном, и на коллективном уровне снижать проявление этого эффекта. Не стоит терпеть от девушки или женщины то, что ты бы не стал терпеть от мужчины. Если человек проявляет себя негативным образом, нужно реагировать на это адекватно. Адекватно означает от равного. Адекват. То есть реагировать соответствующим образом. Человек ведет себя как сволочь, надо относиться к нему как к сволочи. И уж точно не стоит спать со сволочью. Если так начнет относиться большинство, то, во-первых, прекрасная половина будет вынуждена так или иначе принять эту обратную связь и соответствующим образом скорректировать свое поведение в целом. Вообще критерий, что такой хороший человек, достойный или недостойный. По отношению к себе, естественно, в первую очередь. А во-вторых, отношения, которые основаны не на вот этом пороге толерантности, а на более глубоких личных качествах, они не подвержены такой сильной зависимости от того, какое сейчас сексуальное влечение, большое или маленькое. Если отношения держались только на том, что у молодого человека сниженная чувствительность по отношению к сволочным проявлениям девушки, естественно, как только этот сексуальный пик спадет, а у него много причин спасть, да и со временем, и связанных со здоровьем, и с возрастом, и с чем угодно, то он тут же не сможет больше продолжать общаться с этим человеком. И это одна из фундаментальных и массовых причин разрыва долгосрочных отношений, мое такое мнение. Так что, молодые люди, да и не только молодые люди, мы все знаем, что вы находитесь под действием определенных внутренних сил, которые заставляют вас подталкивать вести себя определенным образом. Тем не менее, эти вещи в себе нужно знать, нужно их отслеживать, и нужно вносить поправку в свое отношение к прекрасному полу со стороны сознательной части, со стороны сознания. Если такую поправку вносить, то это убережет вас от большого количества разочарований, что в краткосрочных связях, которые часто основываются только на сексуальности, что в долгосрочных, когда на них завязывается уже и семья, и дети, и что-то более серьезное, более длительное. Разрушение таких систем ведет к гораздо более серьезным последствиям. Так что, прозвучит парадоксально, но это правда. Проявляя не терпимость к негативным сторонам женского поведения, вы на самом деле проявляете заботу о будущем, что самих женщин, что самих себя, а также и своих детях, и будущем в широком смысле. Спасибо за внимание, всем удачи!